Друзья, всем привет! С вами Алена Сансонова, клинический психолог, блогер, человек, который любит ЗОЖ, йогу. И сегодня вам даст одну важную информацию, связанную с тем, что такое инсулинорезистентность. Что это такое, как она проявляется и как я дошла до такой жизни. Короче, друзья, много работы, много проектов, консультаций, ведения своих клиентов, психологической практики и какой-то такой образ жизни, в котором ты просто потребляешь информацию, перерабатываешь, отдаешь информацию и не замечаешь, что происходит с твоим здоровьем. А здоровье твое как-то так вот ухудшается. Почему происходят такие изменения и как можно себе помочь? Спросила я себя однажды, когда начала просто отказываться от многого, что в моей жизни было в избытке. А это были пустые отношения, это были сладости, это были развлечения, такие мимолетные развлечения, которые в долгосрочной перспективе ни к чему хорошему не приводили. Друзья, и как проявлялась вот эта история с инсулинорезистентностью? Она проявлялась вообще жутчайшим образом. Во-первых, это была постоянная какая-то тяга к сладкому, к какому-то непонятному состоянию, которое приводило мой мозг в какую-то вообще панику. И, короче, когда я с этим всем начала разбираться системно, когда начала обучаться нутрициологии, я поняла, что вот эти все депрессии, перепады настроения, какое-то состояние дискомфорта, оно все связано с внутренней работой органов и организма. И произошла такая история, как сбой, сбой системы, когда ваш сахарок может быть в норме на глюкометре, но на самом деле там инсулин и еще какой. И вы кушаете, вам постоянно хочется перекусывать, что-то такое в рот сунуть, потом отвлеклись, поделали работу, опять это с вами происходит. И то истощение, то возбуждение, то и это просто не дает нормально функционировать в вашей системе. Поэтому, друзья, когда вы столкнулись с этой дурацкой бедой, вам нужно очень простроить свой график настолько, чтобы он был оздоравливающий, сберегающий и балансирующий между расходом и доходом. Доход в смысле пищевой доход, да, и расход также он должен быть обоснован. Поэтому, друзья, инсулин-резистентность это преддиабет, чтобы вы знали. И она оказывает влияние на всю систему целиком. Именно поэтому вам очень нужно и важно заняться прямо сейчас коррекцией своего рациона, своего уровня жизни, чем вы занимаетесь, в какой теме вы варитесь. И насколько у вас все сбалансировано в вашей системе. Если у вас гормональный сбой, если у вас депрессивное состояние, если у вас перепады, то это все часто связано с этой ерундой. Поэтому, друзья, help yourself, как говорится. И для того, чтобы выйти из этой лодочки, надо начать из нее постепенно, постепенно выбираться. А как выбираться? Выбираться только посредством рациона, спорта и все, что делала я. Давайте я вам расскажу, короче. Ладно, сегодня у нас такое свободное видео без моих любимых нраволучений. Я начала бегать, я начала заниматься йогой, я начала есть достаточно плотную, калорийную еду и старалась не перекусывать. Я не вела сначала пищевой дневник, я просто наблюдала за своим организмом и поняла, что мне проще есть несколько раз в день. Не как я раньше по 6-8 раз что-то закидывала, бывало и по 10, просто не определяя, что для меня важно, что идет в основу моих костей, а что просто идет в основу моего уставшего мозга. Так часто бывает, что есть какой-то конкретный дефицит и вы впадаете в состояние, например, инсулин резистентности. Видео мое посмотрите про витамины, авитаминоз и всю депрессию весеннюю, потому что именно вот эта система, человек в депрессии, тогда, когда он недополучает, либо система не может переварить все это и грамотно утилизировать. С вами была, как всегда, Алена Самсонова, ваш, чудо-ваш человек. Ставьте лайки, подписывайтесь и задавайте, пожалуйста, мне вопросы в комментариях.